Добрый вечер в прямом эфире Вести Карачаево-Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. Сегодня в программе. Молодёжный проектный офис. Программа направлена на формирование у молодёжи нашей республики навыков в сфере бизнес-планирования и публичных выступлений. Премьера спектакля завершает театральный сезон Карачаевский театр. Честное слово, так называется новая музыкальная сказка для детей. Сегодня свой вековой юбилей отмечает республика Адыгея. Со столетием главу Мурата Кумпилова и жителей Адыгеи поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он пожелал мира, добра и процветания братской республики, о каждой семье благополучия и гармонии. Ровно сто лет назад, 27 июля 1922 года, была провозглашена автономия Адыгеи. С этого дня республика прошла большой интересный путь развития, насыщенный на события и эмоции. Трудолюбие жителей Адыгеи, их любовь к родному краю и стремление сделать этот уголок России ещё прекрасней, позволили им достичь значимых результатов социально-экономического развития, построить прочный фундамент государственности для будущих свершений. Сегодня Адыгея – динамично развивающийся субъект России, который меняется на глазах со своей уникальной культурой и многовековой историей. На протяжении всей истории региона здесь главенствуют традиции гостеприимства и открытости, любви к людям, ценности созидательного труда, уважения и почёт к старшим. Сроки завершения ремонтных работ, их финансирование, доступная среда и другие вопросы. Общественная палата республики провела мониторинг в образовательных учреждениях республиканской столицы. Подробности у Али Баташева. Первый объект мониторинга – детская школа искусств в Черкесске, расположенная по адресу улица Ворошилова, дом 1. Её реконструкция началась в феврале прошлого года. В состав комиссии – представители мэри Черкеска, общественной палаты, Министерство культуры и сотрудники аппарата, уполномоченного по правам ребёнка в Карачаево-Черкесии. Пунктов этих по мониторингу выполнения посланий президента Федеральному собранию несколько. Один из этих пунктов касается реконструкции и строительства детских музыкальных школ и школ искусств. Поэтому мы сегодня и находимся на месте реконструкции школ и искусств в городе Черкесске. В первую очередь, что нас волнует? Это волнует выполнение сроков, поставленных задач, реализация финансовых средств, было ли софинансирование, получили ли республиканское софинансирование для реконструкции. Члены комиссии осмотрели помещение. Особое внимание обращалось на доступную среду. Для этого в здании планируют установить специальный подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья и специально оборудованные туалеты. Для обеспечения безопасности детей проектом предусмотрены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. На окнах второго этажа специальные замки. Контрактом предусмотрена сдача объекта в эксплуатацию в конце этого года. Мы планируем основные работы завершить к сентябрю. Сейчас вы сами можете увидеть, что уже практически по всем помещениям идёт финишная отделка. Фасад здания тоже мы заканчиваем уже. Где-то в течение недели-полутора планируем уже снимать ограждение, приступать к благоустройству территории. В настоящий момент темпы подрядчика неплохие. Угрозы срыва мы не видим. В школе искусств, рассчитанной на 700 обучающихся, будет своя студия звукозаписи и концертный зал. В здании порядка 1700 квадратных метров, высокие потолки и светлое просторное помещение. После сдачи объекта в эксплуатацию продумано его дальнейшее оснащение. К нам пришли деньги на приобретение рояля, пианино и духовые инструменты, народные инструменты. Будут приобретены, продумано и дальнейшее оснащение нашего учреждения. И уже мы заранее побеспокоились о том, чтобы и обновить мебель. То есть в конце прошлого года мы даже частично обновили парты, стулья, шкафы. Федеральные деньги получены в полном объеме, республиканское софинансирование получено в полном объеме. Освоение финансовых средств происходит более чем на 90%. И соответственно мы увидели работу подрядчика. Надеемся, что подрядчик, который обещал нам и установил соответствующие сроки до выполнения данного проекта, вложится в эти сроки. Общественная палата будет контролировать этот момент. Но изучив документы, мы видим, что сроки выполняются. В этот день, кроме детской школы искусств, члены комиссии осмотрели еще 7 дошкольных образовательных учреждений республиканской столицы. Внесли ряд замечаний и предложений. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. При поддержке Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесия открывается уникальный проект – «Молодежный проектный офис». Данная программа направлена на формирование у молодежи нашей республики навыков в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений для их защиты. Основная целевая группа – это молодежь от 18 до 35 лет, в том числе старшеклассники, студенты, молодые предприниматели, руководители социальных проектов, активисты и волонтеры зарегистрированных и незарегистрированных объединений Карачаева-Черкесии. Открытие молодежного проектного офиса планируется в начале августа. Располагается по адресу Черкесск, улица Даватора, 19. Получается, будет создано 8 групп по 10 человек, которые в течение года будут учиться писать проекты. Они будут это делать с экспертами, которые также работают в Росмолодежи, чтобы они непосредственно получали именно те прикладные знания, которые им будут необходимы при защите. Сейчас время прогноза о погоде, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильные, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11, температура ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. В Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере состоит на учете 330 жителей региона больных колоректальным раком. Коварство рака в том, что поначалу опухоль в толстой или прямой кишке у большинства людей не вызывает никаких симптомов. Выявление колоректального рака на начальных стадиях существенно облегчает лечение, сохраняет жизнь и здоровье. Для людей старше 40 лет в программу диспансеризации включены специальные методы исследования, которые выявляют рак на ранней стадии, а также полипы, являющиеся предраковым заболеванием. Честное слово, так называется новая музыкальная сказка для детей, которая завершает театральный сезон Карачаевский театр. Первыми оценили постановку самые маленькие зрители и наша съемочная группа. Мадина Каракетова подробнее. Через две минуты начнется действо. В зале уже хлопают зрители, приглашая актеров на сцену, а за кулисами последние приготовления перед выступлением. Для детей мы особо всегда стараемся. Для детей, потому что это очень самый такой требовательный зритель, наверное. И ответственность, скорее всего, больше всего ответственность чувствуем. Потому что они приходят сюда, как наш режиссер говорит, из другого мира в мир театра, обмануться. И мы должны им это предоставить. Спектакль «Честное слово» был поставлен в рекордно короткие сроки. С учетом времени пошива костюмов всего 10 дней. Этой красочной музыкальной сказкой Карачаевский театр закрывает сезон. Честное слово, это честное слово, это само название уже дает, о чем будет идти речь. Дал слово, значит, заяц, и это, честное слово, он будет держать до конца. Эта сказка именно костюмная, музыкальная. Я так думаю, что наши маленькие зрители с удовольствием будут смотреть. Мы сейчас с этой сказкой, мы закрываем наш театральный сезон. В сентябре месяце вниманию наших маленьких, самых маленьких зрителей будет предоставлена эта сказочка. Автор, режиссер Балкасского театра Магомед Атмурзаев рассказывает, что ему хотелось сделать для детей что-то яркое и поучительное. Сказка о любви к родителям и верности данному слову. Маленький зайчонок идет через лес полной опасностей за лекарственной травой для своей заболевшей мамы. На обратном пути ему встречается серый волк, но не особо злой, потому что сытый. Он отпускает зайчонка домой, но лишь под честное слово, что тот вернется к ужину. Что зайчонок и делает? И именно за то, что зайчонок сдержал свое слово, волк его и отпускает к маме. У меня вот одна книга вышла, детские сказки, пьесы. Это давно я выпустил, по-моему, в 2004 году. С тех пор эта сказка идет во многих театрах по Северному Кавказу. Ну, когда мне сказали, нужна какая-то сказка, особенно на русском языке, пока. Ну, и на языке будет она. Поэтому я остановился на этой сказке, тем более это зверевое мое, честное слово. Дети активно включились в действие на сцене, поддерживая героев из зала. По словам режиссера Магомеда Атмурзаева, самая большая награда для труппы – детские улыбки и восторг в детских глазках. Значит, все получилось. Мне понравилось, как ее озвучивали, мне все понравилось. Лиса? Лиса, ворон, волк, заяц, зайчиха. Из убитенного я и сделала вывод, что данное слово надо держать. Мне больше всего в сказке понравилась ворона. Она была веселая, смешная. Понравился волк. Он спрашивал у нас наше миление. И мы участвовали в сказке. Премьера сказки «Честное слово» запланирована на сентябрь. Творческая группа, работавшая над постановкой, с нетерпением ждет новых встреч с самыми маленькими своими зрителями и готова вновь и вновь радовать их красивыми, добрыми сказками. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. В эти выходные в Кисловодском церкви премьера нового шоу заслуженного артиста России Гии Радзе «Песчаная сказка». 16 автофор-реквизита, единственный в мире аттракцион с бегемотами, жокеи на лошадях, эквилибристы, гимнасты, акробаты. Журналисты узнали подробности того, какое шоу ждет всех жителей и гостей Кисловодска. С королевским размахом заслуженный артист России Гия Радзе и участники циркового шоу «Песчаная сказка» приветствовали журналистов в Кисловодском цирке по случаю начала гастролей новой программы, которая является совместным проектом продюсерского центра Гии Радзе «Королевский цирк» и компании «Росгосцирк». Прочувствовать атмосферу нового шоу на, казалось бы, официальном мероприятии получилось с первых секунд. Под авторскую музыку в свете прожекторов титулованные артисты демонстрировали самые яркие фрагменты номеров программы «Песчаная сказка». Я благодарен государственной компании «Росгосцирк», я благодарен лично генеральному директору компании «Росгосцирк» Сергею Григорьевичу Бедакову за возможность гастролировать в нашей необъятной стране. У нас всегда были, есть и будут совместные проекты продюсерского центра «Королевский цирк» и российской государственной цирковой компании при поддержке Министерства культуры российской федерации. У журналистов возникло много вопросов о том, как реализуются такие грандиозные проекты. Но прежде чем ответить на них, Гия Эрадзе поблагодарил главу Кисловодска Евгения Моисеева и председателя Думы Любовь Волошину за поддержку циркового искусства на курорте. Ведь уже совсем скоро гости и жители Кисловодска смогут увидеть необыкновенное зрелище. Буквально сейчас обсуждали в цирковом нашего центра возможность проводить кавалькады цирковые в виде уличного фестиваля. Это удивительное зрелище, потому что то, что показывает на уважаемых ГИРЭД, нигде вы не посмотрите. 16 автофур с реквизитом и поистине королевские номера. Эксклюзивность гарантирована. Уникальный аттракцион с группой гиппопотамов. Редкий цирковой жанр – жокей на лошадях, жонглер на моноциклах, верблюды, переносящие в сказочный мир, гимнасты, эквилибристы и балет. Синтез театра, цирка и мюзикла – все это песчаная сказка, подаренная титулованными артистами Королевского цирка и компанией Росгосцирк курортной публики Каминвод. 30 июля вы первые попадете в «Восточную сказку», если придете в Кисловутский цирк в 16 часов на новое грандиозное шоу ГИРАД за «Песчаная сказка». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего доброго. Прямо сейчас программа «Вечер с Владимиром Соловьевым».